Зизифус унаби, китайский финик или ююба. Названий много, фрукт один, а витаминов в нем подсчитать трудно. Растения издавна культивировали в Китае и Афганистане. Сегодня его выращивают во многих странах мира, в том числе у нас. Оно как раз сейчас поспело. Ягоды этого плодоносящего кустарника можно найти как на рынках, так и у мелких торговцев, которые выращивают его в своем саду. Однако даже они не всегда могут перечислить все полезные свойства этой культуры. О фрукте, который входит в пятерку лучших лекарственных растений мира, расскажет садовод, культивирующий зизифус уже более 20 лет. Это молдавские финики, мы так все популярны в народе, что понятно. Запомнить слово зизифус мало кто, понимаете? Поэтому я говорю, это наши молдавские финики. Еще одно название для фрукта придумал Василий Забун. Свой экзотический сад он разбил недалеко от Кишинева. Выращивать растения мужчина начал случайно. Первые 500 саженцев достались от друзей. Я спортивный работник и здоровье умеет. Когда только я узнал, что эта культура очищает кровеносные сосуды, мне бы другого не нужно было. Ягоды зизифуса сами по себе небольшие, могут быть грушевидной, продолговатой формы. Есть сорта с мелкими плодами, как у шиповника, или покрупнее, размером с куриное яйцо. Плоды мясистые, гладкие, коричневые или зеленые. А по вкусу сладкие, напоминают финики. За два десятка лет Василий окулировал в своем саду сразу несколько сортов зизифуса. Все названия сразу не вспомнишь. Но заметно выделяется вот этот – Тайадзао. Его плоды похожи на небольшую грушу. Это самый крупный сорт зизифуса, который мы нашли в саду. Одно дерево в среднем дает около 7 килограммов фруктов. Однако в этом году богатым урожаем садовод похвастать не может. Вот первый год за 20 лет у меня здесь такой урожай слабый. Это не то слово. Пустые деревья. А так облаживаются. Вот эти крупноплодные, вот они. Здесь полные. Как это получилось? Ветер, дождь, смыл, не дал. Впрочем, и из того, что есть, можно взять по максимуму. Зизифус известен своими полезными свойствами. Недаром его используют в народной медицине. В нем много содержится витамина С. Он богат на витамины группы В, на калий, натрий, кальций и фосфор. И также в его составе очень много пектина, за счет которого улучшается перистальтика кишечника. Соответственно, этот фрукт можно применять людям, которые страдают запорами. И хотя зизифус можно грызть, как семечки, занятие это такое же увлекательное. С его употреблением лучше не переусердствовать. Лечебная доза у китайцев 15-20 грамм. Это в зависимости вот таких будет 7-8 штук. Крупных где-то может быть 2-3. Зизифус цветет в июне и июле, а уже в сентябре собирают урожай. Плоды этого фрукта можно есть в свежем или сушеном виде, делать цукаты, настойки или, например, как любят в семье Василия, варенье. Рецепт простой. Один к одному килограмм на килограмм фруктов, килограмм сахара, литр воды. Фрукты накалываются, делается сироп, заливается и в три приема варится. Последний раз нужно добавить кусочки лимона. Спасибо. Спасибо.